Приветствую вас, прошу прощения, что возникла такая необходимость дополняться в вопросе. На самом деле, можно сказать, что действительно вы много чего пишете, и не всегда удается проследить смысловую связь того, что вы пишете. Отсюда могут возникать такие вот неточности, но, тем не менее, еще раз повторю, молодец, что написали мне эти вопросы, так мы сможем с вами выяснить до конца, разобраться совсем, что вас беспокоит. Итак, я думаю, что ардиозапись будет лучше, потому что, во-первых, вы так уже привыкли, во-вторых, вы сможете всегда ее посмотреть, всегда ее послушать заново и так далее. Вот, значит, теперь первый вопрос, это то, что касается, значит, того, название ли желания, значит, стать звездой, когда вы живете в деревне. Ну, вообще-то говоря, если посмотреть на всех знаменитостей, то многие из них были очень малоизвестными до того, как приобрели популярность. Если, например, вот из самых последних знаменитостей брать, то тот, например, легенда бокса, который Мухаммед Алей, вот, он, например, был самым обычным пареньком в квартале, где афроамериканцев держали за людей, и он вот именно благодаря тому, что хотел выбиться в люди, хотел доказать всем, что афроамериканцы ничем не хуже белых, это его стимулировало на то, чтобы стать легендой. И когда он легендой стал, он эту идею свою продвигал. И то, что вы хотите стать певицей, это прекрасно, и то, что вы хотите стать звездой, это прекрасно. Не место проживания, и не место рождения, и даже не страна рождения определяет человека. Человек определяет его стремление, его желание, его цели. Если у вас есть цель стать певицей, если у вас есть реальные данные для этого, например, голод, но оценка ваших данных должна производиться не мамой, не родственниками, а независимыми людьми, экспертами в своем деле. То есть, вы можете съездить на прослушивание, например, на записи, или выслать свою запись. Просто вот записать на, скажем, аудиофайл, записать то, как вы поете на микрофон. И эта записи разошла, скажем, звукозаписывающим студиям. И вам пришлют, как бы, обратную связь, где вы увидите, есть ли у вас данные певицы или нет. Может быть, данные есть, но нужно там обучаться, например. То есть, ну, пробивать голос, тренировать его, и так далее. Это нормально, что человек, живя где-то, хочет стать кем-то, хочет стать лучше, больше, и так далее. Другое дело, что вы пишете, что вы хотели стать вредной, чтобы доказать что-то кому-то. Вот этот момент на самом деле негативный, потому что, ну, объективно, не надо никому ничего доказывать. Людям, в принципе, я уже говорил, все равно, и если вы им докажете что-то, вот вы доказали, да, доказали. А цель не ваша, и после того, как вы доказали, у вас осталась пустота, у вас осталась пустота. И с этой пустотой жить гораздо страшнее, чем со всем остальным. Поэтому нужно, чтобы ваши желания, во-первых, да, не были привязаны к месту. То есть, то есть, вы живете, где вы живете, не делает вас хуже, не делает вас, там, какой-то, не знаю, порочный, да, не делает вас классный. Да, вам, может быть, немножечко будет сложнее добиться чего бы то ни было, если бы вы, например, жили в городе. Но, опять-таки, вы становитесь от вас и отважитесь от ваших желаний, от вашего упорства или устремленности. Но вам нужно делать это для себя. Если вы хотите, если вы считаете, что, например, пение для вас, это вот то, что вы хотели бы заниматься, это то, что прям вы чувствуете, что ваша душа к этому лежит. Тогда, да, этим нужно заниматься, действительно. А, значит, отвечая на ваш вопрос, нормальное это желание, да, абсолютно нормальное, значит, такие желания есть у всех. Другое дело, что кто-то реально делает что-то для того, чтобы хотя бы попробовать чего-то добиться на этом поприще. А кто-то может, например, посчитать, что его желание не здоровое, что он не достойный, и так ничего никогда не сделает, и в итоге мечта останется мечтой. Ну, как будет развиваться ситуация вас, решать их только вам. Понятно, надеюсь, что за вас никто этого не решит. Я надеюсь, что вы просто примете верное решение, и будете действовать вот так, как вам подсказывает ваше сердце, ваша интуиция и ваши чувства. Если вы чувствуете, что можете быть привиты, если вы чувствуете, что вот вы любите петь, что вот вы хотите петь, что вам нравится это, что вы получаете удовольствие, что вот вы прямо чувствуете, что живете. Так, когда поете. Чтобы не важно, где вы проживаете, не важно, кто вы. Важно, чтобы у вас был голос и стремление работать над собой, стремление развиваться. Но развиваться тогда вот не для того, чтобы быть лучше, чем кто-то, а чтобы быть просто лучше. Чтобы добиваться своих вершин. Потому что голос, пение, творчество – это процесс, не привязанный к каким-либо оценкам, не привязанный к каким-либо рамкам и так далее. Если вы не готовы так воспринимать пение, то тогда, я думаю, вам обязательно стоит попробовать. Ну, а если это средство для того, чтобы кому-то что-то доказать, то я надеюсь, мы об этом уже говорили и вы понимаете, о чем идет речь. Второй вопрос. Вы пишите, значит, так. Как быть с тем, что вы перехватили общаться с людьми, так как у вас смысл общения был в том, чтобы что-то доказать? Тут нужно сказать так. Что действительно, если ранее вы общались с людьми для того, чтобы как-то вот доказать им, то вам, конечно, сложно сейчас переориентироваться на что-то иное. Я это прекрасно понимаю. Видите ли? Нормальное общение – это когда два независимых самодостаточных человека встречаются, например, и обсуждают точно и интересно им обоих. Вы общались ранее с людьми, чтобы им все это доказать. То есть вы вступали на их поле, в поле их интересов, чтобы показать им, что вы чего-то достойны или чего-то стоите. Сейчас вам это не нужно. И вы не знаете, как другому общаться. Вы настолько привыкли именно противостоять людям в общении, что не противостоять. Вы не можете. Ну, это как, знаете, как военный. Военный, да, который не может жить мирной жизнью. Вот вы примерно то же самое. И из того, чтобы военному начать жительной жизнью, ему требуется время. Время на адаптацию, на ассимиляцию и так далее. И вам нужно то же самое. Как строится мирное, в кавычках, общение? Мирное, в кавычках, общение строится на основе взаимодействия по интересующим вас обоих взаимным интересам. То есть, что вам нужно сделать? Вы сами для себя, ну, как бы, решаете, помечаете. Что вам интересно? Например, пение. Например, пение, и вы начинаете с людьми обсуждать это самое пение. То есть, кто как поет. Да, там же есть много разных вариантов вокала. Вот. Вы обсуждаетесь с людьми, кто как поет. То есть, это уже не противостояние. Это уже тематическое общение на тему, интересующую вас. То есть, такие же, как вы, допустим, начинающие певицы. И вам просто вот в силу того, что вы обладаете схожими интересами, будет любопытно друг другу обсудить какие-то детали. Это равноправное общение. И это общение мирное, без обязательной цели что-либо доказать другому человеку. Если у вас другой интерес, например, вы упоминали там башнику, пчеловодство, что-то еще, то можно общаться на эти темы. Вообще, общаться на все что угодно. То, что вам интересно. Там, где вы можете высказать свое мнение, где вы можете его сформировать. И это свободное общение. То есть, вы хотите общаться, общаетесь, не хотите общаться, не общаетесь. Вот и все. То есть, понятно, да, что взаимодействие с людьми, оно бастируется на свободном воле изъявлении. Если раньше вы как бы чувствовали нужду, потребность, необходимость в том, чтобы общаться с людьми, потому что вам нужно было что-то для себя получить от них, то сейчас вам ничего для себя от общения с ними не нужно. Но через общение, через равноправное общение, вы будете лучше, вполне, во-первых, познавать себя, во-вторых, познавать что-то новое, в-третьих, вы будете лучше ориентироваться во взаимодействии. То есть, месяца всегда полезна, всегда нужна и всегда необходима. Но только в том, что интересно вам. То есть, если раньше общение вы не выбирали, вы просто принимали то общение, которое вам давали, и тех людей, с которыми вы могли общаться, потому что вам нужно было что-то доказать, сейчас вы можете выбирать людей, с которыми вам интересно общаться. То есть, те люди интересны вам, которые в общении могут принести вам что-либо, То есть что-то новое для вас открыть Вот таких людей вам нужно выбирать И тогда проблем с общением И с позиционированием себя В общении у вас, я думаю, что не будет Следующий вопрос Нормально ли желание при мужчине Нравиться другим мужчинам Или вы только одна такая Нет, это желание Совершенно нормально, вы не одна такая Дело в том, что если вы хотите Нравиться другим мужчинам, это значит Со своим мужем вы не реализуетесь Как женщина То есть вы не чувствуете себя Любимой с ним, не чувствуете себя Привлекательной с ним, не чувствуете себя Сексуальной с ним А потребность в этом есть И эта потребность порождает желание Нравиться другим мужчинам Желание, надо сказать, совершенно нормально И абсолютно Естественно Только вот нужно понимать, что Ну, причина По которым Это происходит Сына в отношении мужа к вам И мужчина в этом виноват Потому что если женщина не получает всего-то от мужчины Если мужчина ей что-то не дает То она рано или поздно находит того, кто ей это может дать И с одной стороны, мужчина может Говорить Вот ты меня предала Вот ты меня там бросила Оскорбила Изменила И так далее Но с другой стороны Женщина Такое существует Что Рано или поздно Вот как вы, например Даже при всей вашей преданности Вы уже испытываете желание Нравиться другим Потому что мужчина не дает вам того, чего вы хотите Это нормально И когда человек не получает того, что он хочет Он ищет это с другими людьми Которые могут дать ему то, что ему нужно Так что ваше желание совершенно нормально И вы далеко не одна такая Это естественное стремление к удовлетворению своих потребностей Третий вопрос Значит Если вы будете думать, в первую очередь, о себе То не будет ли это эгоизмом Например, идя в работу И будучи постоянно заняты Вы не будете уделять время семье и ребенку Это, конечно, любовь к себе Но и эгоизм к другим То же самое Так вы пишете Причем дело Начнем, пожалуйста, с того, что Если целиком и полностью посвящать себя Ребенку и семье То получается, что вы самоплачете Зеркнуть от собой Получается, что вы приносите себя в зерклу семье Получается, что вы приносите себя в зерклу ребенку А это не очень здорово для вас Никто не говорит, что вы полностью учили в работе Или полностью думали только о себе Это эгоизм Это крайность А крайности, как известно В любом случае Всегда они негативны Вам нужно Чистично думать о себе Вам нужно уделять время себе Вам нужно делать что-то для себя Вам нужно заботиться о себе Вам не нужно Жертвовать с собой ради семьи Семья это то, что человек добровольно хочет делать И семья это то, во что человек добровольно хочет вкладываться И вам нужно добровольно в нее вкладываться столько, сколько вы хотите Но при этом не оставлять энергию на себя При этом оставлять время на себя И при этом оставлять возможность для реализации и удовлетворения своих собственных виланов Потому что есть то, чего хочет семья Да, есть то, чего хочет общество Общественное образование Ну, это как сабота, например Да, то есть когда вы в коллективе, например Есть какие-то коллективные задачи Есть все семейные задачи А есть личные задачи Так вот Не в ущерб личным задачам Нужно осуществлять и семейные задачи тоже Ну и про личные не забывать Про себя не забывать Если вы забываете про себя А вы на данный момент именно это, судя по всему, делаете Да, что вы вот Только все для семьи Все для других Все для своих близких Вас не уважают Мами помыкают Вас постоянно Шпыняют и метают Из одной стороны в другую Потому что вы сами о себе не заботитесь Не заботитесь сами о себе И не заботятся о вас Поэтому не нужно мыслить полярно То есть либо одна крайность, либо другая Семью у ребенка забывать не стоит Это все-таки важные вещи в жизни человека Но и о себе помнить нужно Только так Дальше А вот тут вот на самом деле Вы, проводившись в этом вопросе Пишите, что в одной стране Вы не имели в виду, что боитесь смерти Вы писали, что боитесь, что вас будут вспоминать Со скорби Или, видя мои фотографии в интернете Будет испытывать те же чувства Что и я испытываю при виде страничек близких Которых уже нет Я испытываю скорби В то же время с людьми Не волнуйте мне ничего Страх перед неизбежностью И вдруг Они на что-то остались Обижены на меня Чувствую, что я им что-то не успел сделать И они обижены Мне страшно, что если я умру И при меня будут так думать И скручаться Поэтому я газ-газ укладываю фото в соцсетях Прокручиваю эти строки в голове И так далее А вы знаете, в чем дело? Ну, во-первых Никто не может испытывать тот самый То есть испытывает человек Как реакцию на какие-либо обстоятельства То есть то, что испытываете вы То, что чувствуете вы Это ваши личные переживания И с вероятностью 99,9% Такие переживания только у вас Они продиктованы В вашей индивидуальной ситуации И в вашем индивидуальном развитии Далее Значит, вы все-таки пишете Что страх перед неизвестностью Это и есть страх смерти Об этом я говорил И говорил много Вы здесь немножечко сами себе противоречите Что вы пишете, что вы не боитесь Смерти, но в то же время Вы пишете, что у вас страх перед неизвестностью На самом деле это одно и то же Поэтому я рекомендую вам Еще раз прослушать Что я говорю по поводу страха смерти Надеюсь, вам это поможет Сколько остается обид Чувствует то, что вы страх не успели То есть момент вот какой Дело в том, что Человек, когда общается друг с другом Общается с другими людьми Когда люди общаются между собой Они не рассчитывают на то, что кто-то из них умрет А мы с этого нельзя предугадать Если только человек не совсем старый И уже отцоверно не заметно, что Ну, смерть близка Человек не может ориентироваться На то, что кто-то из них умрет И когда возникает какой-то конфликт Когда возникает какое-то обязательство Когда возникает какая-то ситуация Когда требуются какие-то действия Человек рассчитывает, что другой будет жив Столько времени, сколько нужно То есть не определенно большое И определенно продолжительно Это, так сказать, мышление в ситуации В ситуации, которую человек считает нормальной Рассчитывать, что кто-то другой умрет в скором времени Неожиданно, быстро, нельзя Это неправильно и это неестественно для человека Именно поэтому Действительно, гипотетически Вы можете что-то не успеть сделать для них Но Это не ваша вина Потому что вы не можете постоянно ориентироваться на то То кто-то из них умрет Наоборот, это будет выглядеть странно Странно Нормально Нормально рассчитывать, что человек будет жив Нормально рассчитывать, что человек будет жив Что вы все успеете И Как это не более национальное Нормальное сожеление Что вы не успели Если человеком все-таки что-то случится Вообще-то говоря Сожаление одно означает Что человек был вам дорог Человек не был вам безразличен И это очень хорошо Это говорит о том, что вы человеком дорожили Если вы не это заметите, значит человек по человеку вам был безразличен И вам было на него все равно Дальше Что касается обид Понимаете, обиды это чисто житейская, чисто человеческая черта Грубо говоря, обиды это особенность человеческого общения Но перед лицом смерти Смерть мы здесь имеем как что-то невообразимо другое Невообразимо чуждое, невообразимо нечеловеческое Все эти обиды отходят Они отмирают, и человек понимает, что они мелочные, они беспочвенные Перед лицом смерти, даже если человек умирает внедавно Подадули секунды Он понимает, что он сейчас умирает И он все обиды просто обесценивает Они ничего для такого человека больше не значат в принципе Потому что обиды для лицом смерти Как я уже сказал, перед встречей с чем-то настолько величественным Настолько масштабным, огромным и чужеродным Все эти обиды кажутся смешными, дерзкими и какими-то вообще, ну, несерьезными Поэтому никто, абсолютно никто, умирая, не оставляет эти обиды с собой Они просто теряют свой смысл, они теряют свою структуру перед лицом другой, так сказать, категории, другого вмешательства Ну, по аналогии, например, с тем, что люди забывают свои обиды, да, перед лицом смертельной опасности Они могут объединиться, например, с тем, кто на кого смертельно обидели для того, чтобы спасти свою жизнь То есть, когда возникает какой-то форс-мажор, какой-то фактор, который привычная масштабность То есть, вот эти вот обиды, человек эти обиды забывает И это нормально, поэтому перед лицом смертельной все обиды исчезают Ну, и неплохо мы их понять, что вообще значит обида Если сейчас нас кто-то обижает, значит, что его задевает Если это его задевает, значит, что внутри него что-то нашло отклик с тем, что было выражено и воспринято как обида А это значит, что человеку нужно было бы по-хорошему к этому прислушаться и что-то в себе исправить Но человек не дохотел исправлять, а он предпочел обидеться То есть, отклиться от того, кто высказал ему такую вещь Вряд ли такого человека можно назвать осознающего себя и критически обращающегося к себе А это значит, что обиды, проблемы того, кто обидится, они ваши Поэтому я рекомендую вам об этом не беспокоиться Дальше Что касается диет и того, что вы хотите избавиться от страха, что кто-то похудеет Вы знаете, вы здесь, по сути, пересказали то же самое, что и было в вашем тексте изначально То есть, вы пишите, что вы боитесь, что похудеет Вы не знаете, что это вам даст Вы боитесь, что люди, которые, ну, вполне вас будут стройными Что у них будет этот режим питания, что они будут монописовки там и так далее Вы хотите принять себя такой, какая вы есть И, значит, я прописывала, я поэтому избегаю людей, чтобы они не видели, что я пополняла Так как у меня всегда ощущения, что мне в спину говорят обидели, расслабили Во-первых, у вас нравится То есть, вы завидуете тем людям, которые похудели или могут похудеть правильно Вот, к сожалению, по поводу того, что вы этой цели добивались неправильно Вы делали это дилетантским способом, что вы это, ну, как бы, делали в ущерб своему здоровью А люди делают это правильно Вы знаете, можно сожалеть сколько угодно о прошлом, но мы учимся на ошибках Если вы получили тот опыт, когда вы навредили своему здоровью, значит, что этот опыт был вам нужен Сейчас вы знаете, что есть другие способы, более безопасные для того, чтобы похудеть И вместо того, чтобы разорвливать людям, вместо того, чтобы бояться, что они похудеют правильно Почему бы вам не начать худеть, худеть, так же, как они, только с решетом программы Я вам об этом говорю Обращайтесь к диетологу, он обставляет индивидуальную программу, и вы по ней худеете А что вам мешает это делать, если честно, не очень понятно Потому что, ну да, можно бояться, что кто-то похудеет Ну а зачем бояться? Вы просто берете и начинаете вместе с ними это делать Вы просто видите, что человек, который, ну, более полный, чем вы, более крупный, чем вы, начинает худеть Вы говорите, о, я тоже так кажется, давай вместе будем худеть И все, вы объединяете с ним, у вас общая цель Вы вместе двигаетесь к одной цели, которая у вас есть И вы друг другу помогаете, вы друг другу советуете У вас все то, общее появляется, вы сближаетесь Может быть, даже вы сможете сдрушиться на этой, на этой почве Зачем бояться? Страх людей делаются одиноким Не бойтесь, ошибаться-то нормально Правильно свои ошибки признавать Вы увидели, что можно худеть иначе? Признайте, что есть другие способы И начните им пользоваться, если вы не нравитесь Если вам не нравится, как вы выглядите Если вам не нравится, какая у вас сугура Какой у вас вес и так далее Ну, зачем мучить себя какими-то стразами? Дальше Чтобы принять себя такой, какая вы есть Ну, нужно, во-первых, представить стразы То есть вы все время боитесь, что вам будет что-то говорить Что вам будет говорить, что вы там от безделия потолстели и так далее Но действительно, мы с вами знаем, что никакого безделия у вас нет Что на вас семья, на вас ребенок И что вы ему не помогаете, и крутитесь, и вообще То есть никакого безделия у вас нет Безделие, это когда человек целыми днями сидит, ничего не делает У вас все это совершенно не так Мы не видим, говорить этого, нет резона Я об этом тоже говорю. Если человек говорит вам подобные вещи, что вы там отбертили, продолжили, значит, за ваш счет он хочет самоутвердиться. А значит, у него есть личные массивы к тому, чтобы так говорить. Это нужно понимать. Нужно понимать, что когда человек говорит так, он хочет вас оскорбить и принизить. Но если вы чувствуете, что вас это задевает, значит, вам действительно пора додуматься о том, чтобы сбросить вес. Вместо того, чтобы сбрасывать вес, вместо того, чтобы правильно, технологично, да, то есть следуя технологии, заботиться о своем внешнем виде, о том, чтобы приводить его в нормальные, надлежащие секреты, вы вместо этого тратите свою энергию на какие-то страхи. То есть вам проще бояться, чем что-то делать. Но в действительности, если вы начнете реально что-то делать, если вы начнете реально примите вот эти технологии, которые помогают людям правильно, без лишнего здоровья, худеть, то вы моментально от своих страхов избавитесь. А пока такое впечатление, что вы мыслите примерно так. Я не хочу принимать, значит, режим питания правильный, но я хочу бояться того, что люди будут худее меня. Получается, что вы заведомо, заведомо, специально ставите себя в такую ситуацию, когда вы будете чего-то бояться. То есть вы хотите в этой ситуации быть. Вы хотите быть в ситуации, когда вы чего-то боитесь, когда вы как бы противопоставляете себя людям и избегаете общения с ними. Из этого я могу сделать вывод, что избегание общения с людьми вам что-то дает. То есть вам эта ситуация комфортна. Она несет с собой какие-то положительные черты. Она как-то удовлетворяет ваши желания. Относите себя, какие желания, что вы получаете от этой ситуации. Потому что это избегание общения с людьми и есть, по сути дела, ваша зона комфорта. Что вы в этой зоне комфорта получаете? И я, наверное, знал, что, скалкиваясь с другими людьми, вы невольно сравниваете себя с ними. А сравнивая себя с ними, вы всегда делаете, так сказать, выбор не в свою пользу. И вам это не нравится, вы этого избегаете. И вы подпознательно ищите любые способы, любые пути, чтобы не сравнивать себя с другими людьми. А не сравнивать себя с другими людьми вы можете только через избегание общения с ними. Потому что именно в других людях человек видит самого себя. И так будет до тех пор, пока вы не посмотрите на себя и не скажете себе, я красивая, такая, какая я есть. Но, если вы хотите быть лучше, это нормально. Да возьмите и начните худеть так, как худеют другие. То есть возьмите у них салонки, возьмите у них алгоритм поведения, в этом нет ничего плохого. И тогда от своих страхов вы избавитесь. Ну, а что касается того, что вас будут обсуждать, что-то вам будут что-то говорить, вам будут что-то объяснять. Вы знаете, сплетни, они всегда и были, и есть, и будут. Но вы не понимаете, кто распространяет сплетни. Для них распространяют люди, у которых нет своей собственной жизни. Сплетни распространяют люди, которым нечего заняться, у которых много свободного времени. Ну, можно понимать, что сплетники, люди, достойные жалости. И сплетников тоже нужно пожалеть, относиться к ним снисходительно, с пониманием, с жалостью. И просто-напросто не обращать внимания. Если кто-то распространяет сплетни, это значит, что человек живет чужой жизнью. Только представьте себе, человек живет и не может жить своей жизнью. Он настолько погряз в пустоте своей жизни, что ему не сочетая, чтобы осветить эту самую жизнь. Представьте себе, насколько такому человеку плохо и тяжело живется. Ему нет ради чего жить, у него нет ради чего существовать. У него нет своей цели, у него нет своих ориентиров, у него ничего своего нет. Но он живет другими. Это очень страшно. Можно сказать, что, наверное, даже смерть приятнее, чем такое существование и полная зависимость от жизни других людей. Подумайте, посмотрите на сплетников именно так, и я думаю, когда вы будете менее болезненно реагировать на то, что вам могут сказать. Потому что, ну, счастливые, гармоничные люди никогда не будут говорить ничего подобного из того, что вы мне приводили, что вы писали. Потому что счастливые, гармоничные люди, напротив, они хотят помочь человеку. Или принимая себя такими, какие они есть, эти люди принимают и других такими, какие они есть. А если человек не принимает себя таким, какой он есть, то он и других не может принять такими, какие они есть. Потому что ему, как правило, завидно, он, как правило, чувствует там свое неполноценность на фоне их. В действительности нужно лишь для того, чтобы принять себя таким, какой он есть, нужно признать объективное существование своих недостатков и эти недостатки стараться как-то изменить, приуменьшить, купировать. Если реально делать для того, чтобы свои недостатки уменьшить, то можно самому себе, в первую очередь, честно сказать, что я сделал все, чтобы моих недостатков было как можно меньше. И если в человеке минимальное количество недостатков, и он делает все для того, чтобы их было меньше, то это, ни много ни мало, идеальный человек. На этом все. Надеюсь, что помог вам, надеюсь, чтобы это было полезно, полезно вынесите из этого видео ответа. Надеюсь, что я ответил на все ваши вопросы. Желаю вам всего доброго, удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!